Вливая победа над сибирскими снайперами, вывела Нижегородскую Чайку в лидеры Восточной конференции МХЛ. Игра с самого начала взяла высокий темп, причем Чайка действовала опаснее. Сибирикам удавалось отбивать атаки хозяев, но с добиванием Михаила Смолина после броска от Андрея Крупкина голкипер снайперов Никита Чубукин не справился. Между прочим, для Смолина этот гол стал первым в МХЛ, а Крупкин записал в свой актив первый ассистентский балл. Во втором периоде снайперы прибавили, вынуждая хозяев фалить. Чайка нахватала три удаления подряд, и шесть минут игры в большинстве принесли снайперам свои плоды. На 13-й минуте отбывший наказание Георгий Морев успел только выскочить на лед, но помочь своей команде отбиться от очередной осады не смог. Сибиряки протолкнули шайбу еще до того, как пятый игрок Чайки вмешался в борьбу. А еще полторы минуты спустя снайперы вышли вперед. Тренеры Чайки после этого пошли на замену вратаря. Николай Малькова сменил Андрей Тихомиров. Необходимость отыгрываться заставила встрепенуться уже Чайку. Начав третий период в большинстве, нижегородцы сравняли счет уже на 47-й секунде. Сделал это Игорь Руденков. На 52-й минуте хозяев вывел вперед Даниил Стальнов. Его бросок от синей линии увенчал очередной розыгрыш лишнего. А на 55-й минуте и снова в большинстве Игорь Руденков устанавливает окончательный счет. 4-2. Взяв верх над сибирскими снайперами, Чайка вышла в единоличные лидеры Восточной конференции МХЛ. Владимир Широков, Дмитрий Поверинов, Торпеда ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok